Все, записываю. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная Вики Среда. И ее тема – это авторское право Википедии, Викпроектов вообще. И несколько подробнее остальных Википроектов мы остановимся на Викискладе, на загрузке фотографий. Потому что, я так понимаю, по этой теме есть наибольшее количество вопросов. Но начнем мы все-таки с Викисклада от Википедии. Потому что во всех проектах Вики-Медиа, подведение авторских прав – это один из основных принципов. И чем больше развивается тот или иной Википроект, тем чаще приходится его участникам сталкиваться с вопросами авторского права. Когда проект молодой, в нем мало участников, ну, к таким вещам можно иногда относиться с нисходительным, там, когда-то там смотреть по фальсу, да. Или там могут быть разные трактовки, что допускается, что категорически нельзя. Что такое соблюдение авторских прав? Вот этот вопрос тоже, как показывает опыт. Не все понимают, что значит соблюдать авторские права. Вот, допустим, если вы взяли текст из книжки и сами его сканировали. И загружаете этот скан, допустим, на Викисклад, или если вы берете из книжки, наоборот, не сканируете, не фотографируете, а своими руками перепечатываете, да, что-то. Это вы нарушаете авторское право или нет? Может, вы сами работу проводите? Вот, такие вопросы тоже возникают, как показывает опыт, не всегда. Интерпедисты, даже опытные, понимают эти нюансы. Или, допустим, если есть текст из интернета, можно ли просто переставить несколько слов или предложение местами? Это уже, как бы, будет достаточно для соблюдения авторского права или шерстки? Вот, обо всем этом мы сначала и поговорим. Я, наверное, сейчас для лучшей скорости отключу видео себя и оставлю только трансляцию экрана. Но потом, по неосходимости, может быть, в квадратном подключать. Останавливаю видео, чтобы на самом деле ничего не тормозило. Экран виден всем, да? Так, значит, открываем любую страницу Википедии. И каждый это может сделать у себя, там, на каком-то другом устройстве или в другом опорте. И вы можете обнаружить, вот я открываю заглавную страницу русской Википедии, вы можете обнаружить, что внизу каждой страницы есть ссылка о том, что все тексты Википедии, вообще весь контент Википедии доступен по лицензии Creative Commons атрибут ShareLite. Что это значит? На самом деле есть целое семейство лицензий Creative Commons. Вот мы можем открыть страницу Википедии и посмотреть, что это такое. Что такое лицензии Creative Commons. Он сейчас медленно грузится, неважно. Целое семейство, целый пункт лицензий, которые на самом деле отличаются друг от друга, и не все из которых свободны. Например, есть лицензия, которая не позволяет делать производные произведения, то есть не позволяет изменять опубликованный текст или редактировать фотографию опубликованную. Есть лицензия, которая позволяет использовать материалы, переданные в образ, создать такую лицензию, только некоммерческим образом, то есть запрещает извлекать какую-то коммерческую выгоду. Ну вот на самом деле проекты Википедия, их идеология строится на том, что из всех вот этих лицензий Creative Commons мы используем только те, которые дают максимальную свободу действия. Вот казалось бы, Википедия – проект некоммерческий, соответственно, вроде бы мы должны продвигать некоммерческое использование. И кажется в логичном, что могла бы действовать лицензия, которая позволяет только некоммерческое использование, чтобы не присваивать чужой труд, чтобы никто не извлекал выгоду из чужого труда. Но на самом деле это не так, потому что ограничение использования только некоммерческим образом – это вот то самое ограничение, которое противоречит идеологии Википедии. И на самом деле мы работаем под лицензий, который позволяет использовать любым образом, в том числе коммерческий. То есть, например, кто-то написал статью в Википедии, вы можете ее издать в форме брошюры, например, реализовывать, продавать и получать из этого прибыль. Это будет соответствовать лицензии Creative Commons, вот этой, которая сейчас на экране, в данном случае третьей редакции. Будет соответствовать, если вы выполняете ряд условий, то есть, если вы упоминаете имя авторов этого текста, ну или, по крайней мере, даете ссылку на статью в Википедии, там можно будет посмотреть полный список авторов, которые сохраняются в истории права. То есть, если вы корректно указываете авторство, тогда вы можете использовать как коммерческий, так и некоммерческий модуль. Ну, я думаю, это понятно, да? Есть ли вот вопросы какие-то по лицензированию текстов, да? То есть, что может сделать с вашим текстом, опубликованным Википедией? То есть, на самом деле, может сделать что угодно, все что угодно, при упоминании у вас как автора и при упоминании лицензии, да, по которой, наверное, подстаняются у вас тексты. Какие тексты вы можете, какие материалы вы можете использовать при написании статей в Википедии? На самом деле, есть несколько случаев, когда вы можете использовать материалы практически не переработанные. Ну, с поправкой на то, что тексты в Википедии должны быть написаны статей в Википедии языком, современным, неустаревшим языком. Стилистика должна быть такая научная, научно-популярная, статей в Википедии. Вы можете, ну, во-первых, конечно, вы можете написать статью полностью сами, и это самый предпочтительный вариант. Даже в правилах указано, что статья должна быть оригинальной, написанной специально для Википедии. Но на самом деле Википедия – это энциклопедия, но не единственная энциклопедия, да? И если какая-то другая энциклопедия перешла в общественное состояние, если там приемлемый текст, вы можете достаточно близко его, с небольшой переработкой использовать, при условии, конечно, что этот текст находится в общественном достоянии. Привет, Павел! При условии, что этот текст находится в общественном достоянии. Ну, такая энциклопедия практически сейчас на русском языке одна. Это физический словарь от Брагалла и Фрона, издан он еще до революции, соответственно, там и много устаревших данных, и стилистика такая местами архаичная, да, самого текста. Так что напрямую оттуда использовать что-то можно далеко не всегда, но некоторые статьи можно оттуда брать практически целиком. Например, биографические статьи. Они вполне неплохо ложатся в современную Википедию. Я сам, в общем, брал от него несколько статей. Их можно использовать. Но все же, вот, материалы этой энциклопедии, да, Брагалла и Фрона, желательно загружать все-таки в Википедию. То есть в том виде, в каком они были опубликованы, вот в такой братский проект. Существует, кстати, Башкетская Википедия. Наверное, знаете, да? Все знают, наверное, так. А в Википедию можно использовать частично переработанные материалы из Фрона. То есть в Википедии Брагалла и Фрона. Также первая редакция Большой Советской анциклопедии, первое издание. Некоторые статьи, по-моему, не все, но часть статей тоже уже перешли в общественное достояние. Их можно использовать. Повторюсь, все это можно делать только с упоминанием. Несмотря на то, что эти тексты находятся в общественном достоянии, все равно авторское право мы соблюдаем. мы указываем, что это статья из такой-то анциклопедии. Если там известен автор этой статьи, мы указываем его имя. Мы можем использовать Википедию. Аналогично, да? Мы можем использовать материалы, опубликованные на других сайтах, каких-то книгах, журналах. Если автор, может быть, он даже до сих пор здравствует этот автор, или его наследники, правообладатели, передали эти материалы в общественное достояние. В явном виде. То есть где-то указано о том, либо вот в самом этом издании, допустим, это бумажное какое-то издание, пособие, в котором указано, что материалы данного издания распространяются под свободной лицензией креатив фон. Причем вот именно вот под нашей. Не какой-нибудь там нот-деревотиль, в котором нельзя изменить текст, а именно вот под максимально свободной. Тогда мы тоже можем эти материалы использовать и тоже со ссылкой на автор или на источник дизайна. Собственно, пожалуй, это все. Ну, еще можно добавить, что можно использовать некоторые тривиальные тексты. Ну, допустим, если это биографическая статья, такой-то человек родился тогда-то в таком-то городе. Известен тем, что собственно подобные статьи создаются сейчас уже искусственным интеллектом в некотором количестве. Есть такие примеры. То есть это именно такие тексты, в которых практически отсутствует творческая какая-либо составляющая. Ну, либо это могут быть там технические тексты. Самое простое и понятно, это, допустим, руководство и технические описания различных устройств. Например, модель телефона или какого-то другого устройства. Трудно написать другими словами, как все это описано в руководстве, которое прикладывается к этой модели. Фактически можно целиком это описание перенести из статьи в Википедии. Этим вы, скорее всего, ничего не нарушите. Другой вопрос, что нормальная статья не должна состоять только из такого описания. Но в целом этот текст можно использовать в Википедии. Ну, да. Все ли понятно по Википедии? Потому что дальше нужно пояснить про службу ОТРС и про лицензирование материалов. Но это больше относится все-таки, ну, просто чисто на практике. Чаще используется для википедии вклада, для медиа-материалов, а не для текстов. Хотя для текстов тоже, конечно, может использоваться. Если по Википедии, может быть, есть какие-то вопросы, я готов ответить. Вот здесь на экране вы видите тексты. Дима, вот у меня вопрос. Допустим, у нас же вот в башкирском языке есть много фольклорного материала. Тем более это песни народные. Вот у них, может быть, нет авторства. Ну, как кто-то когда-то их у кого-то написал, и они издали сборники, тома. Вот оттуда мы можем взять и поставить, допустим, целый текст песен сюда и указать, допустим, автора, кто написал или кто издал. Если нету у нас разрешения издателя. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, но вообще там возникают, конечно, другие права. Там могут возникать и авторские права, если это переработка текста какая-то творческая. А также смежные права, то есть если это собрано вот как оно есть и практически в переработке опубликовано, все-таки есть смежные права и издателя, и если представителя. Да, да. Существуют права публикатора в законодательстве. Это относится и к произведениям фольклора, и к архивным документам. То есть существуют определенные смежные права публикатора, поэтому важно, когда было впервые опубликовано произведение авторского права. Да, и насколько я помню, эти права все-таки поменьше. То есть если авторские права это 70 лет, а иногда и больше, там, в зависимости участвуют в Великой Великой Вратечественной войне, в зависимости от реабилитации, да, если лица такого репетерия. Смежные права меньше, ну, меньше срок у них, но они есть. Я сейчас не помню, сколько там лет хватит, 25, или 30. Можно смотреть. Ну, в общем, я с этим не особо сталкивался, честно говоря. Ну да, то есть вот просто, если вот только что вышла книжка и просто и там опубликован текст такой-то народной песни или такого сказания и еще просто полностью его опубликовать нельзя. Ну, как я уже говорил, это вопрос вот именно роста сообщества. То есть я так понимаю, башкирская википедия уже достаточно развита, там, большое сообщество и вот эти вопросы будут привлекаться чаще и чаще. Можно я ремарку ставлю? Это очень хороший интересный вопрос по поводу авторских прав на фольклорные тексты. И его стоит дальше не забыть и проговорить и задать его тем, кому мы можем. то есть и специалистам, юристам по авторским правам и возможно еще кому-то фольклористам. Я думаю, что они должны знать на самом деле. Вот собственно филологам, фольклористам, которые собирают и публикуют эти тексты. Было бы очень интересно конечно узнать однозначно в каком статусе находится текст и что мы с ними можем делать. Я попробую не забыть, но мне кажется, что это ценный вопрос, его нужно довести до конца и опубликовать где-то какое-то резюме, чтобы другие участники из других разделов тоже могли этим пользоваться. Да, это вопрос. Дима, я перебью, извини. Почему я задала этот вопрос? Потому что у нас изданы на 70 томах по-моему фольклорные материалы. их можно использовать, нельзя. У них срок по-моему поздний, где-то с 70-х годов по-моему они начали издаваться. И вот до сих пор наши ученые допустим из Института языка и литературы выезжают в район и собирают фольклор, потом все это систематизируют и издают под одним сборником. У тех, кто непосредственно собирает и издает, я так понимаю, проблем и вопросов меньше, чем у нас. Если вы сами ездите, то вы просто договариваетесь с носителем этого фольклора, что в момент экстензии может быть какой-то документ подключен. Но если вы собиратель и издали потом это, а мы уже рассматриваем с точки зрения юрклориста, как этим всем пользоваться дальше, то уже больше каких-то потенциальных проблем и вопросов может быть собирателем, а не непосредственно нас носителем. Коллеги, я бы предложил сейчас по умолчанию пока считать, что нас ограничивают здесь не авторские права, а права издателя. Да, ну да, именно так. По крайней мере в России совершенно точно имеет смысл говорить с издателем этих сборников и договариваться с ним уже о свободной лицензии, поскольку это, вероятно, институт какой-то языкознания или какой-то его филиал. Институт истории литературы и языка. Вот, вот надо на них выходить либо напрямую, либо через каких-то чиновников встречаться, проговаривать, убеждать и добиваться того, чтобы они давали разрешение целиком на свои сборники. Может быть, старые хотя бы. Пусть там не надо последние, но там за первые 30 лет или 40 вполне могут. А если они уже в открытом доступе? Это неважно. Зайтуна, пойми, пожалуйста, доступность и право на публикацию это разные вещи. Мало ли что в открытом доступе. Сам по себе доступ ты можешь в личных целях использовать. Пожалуйста. публиковать, да еще на условиях конкретной лицензии ты не имеешь права. Никто тебе этого права не давал. Надо, чтобы дали. Это важный момент, я сейчас вклинюсь, потому что Дима, по-моему, не сказал об этом явно, что в чем суть свободных лицензий. В том, что лицензию произведению может дать только его автор или правообладатель. Ты не можешь по своему усмотрению решать, в какой лицензии опубликовано произведение. Только свое. Вот свое можешь, чужое нет. Поэтому либо это уже известно, автор сам маркировал свое произведение конкретной лицензии, ты просто соблюдаешь ее условия, как они написаны, либо ты договариваешься с автором или правообладателем о том, что он каким-то образом эту лицензию своему произведению даст. Объявит об этом и дальше ты сможешь опять же этим пользоваться. Общественное достояние это не лицензия. Это очень важно понимать. Статус общественного достояния это юридический статус зависит от конкретной страны. Во всех странах он разный, по-разному устроен. Поэтому мы его рассматриваем в том же круге вопросов, но он отличается. То есть общественное достояние наоборот. Ты не можешь сама его присвоить, а он присваивается автоматически на основании каких-то критериев в разных странах разных. Вот в этом отличие. Хорошо. А если, например, вот я не имела пока отношения к Викитеке, но я могу туда загружать тоже какое-то произведение на алтайском языке, я могу загружать его только опять же с разрешения этого автора или кого-то, да? Ну, а либо если... Не слышу, ну, например, есть прекрасное издание Библии на алтайском языке. Какого года? У свежего сегодняшнего. Нет, я имею в виду текст сам. Какого года? Перевод на... Свежий, свежий, вот последних там пяти лет. Ну, право переводчика, вот, естественно, действует. Вы не можете без ведома переводчика это делать. Переводчик должен дать разрешение на перевод. Сам текст перевода авторское авторское произведение. Правильно? Исходный текст. Ну, это да, есть институт перевода Библии, там перевод прекрасный перевод, он согласованный, как говорится, со всеми там народами, и он сделан. Там что-то сто переводов, например, то есть прекрасное совершенно там это все. То есть надо у этого института переводов, значит, просить. вероятно, вероятно, да. Тогда у меня еще старый такой вопрос. Я, если кого-то там вклинилось, извините, например, я хочу с официального источника использовать государственные знаки, гербы, флаги, там, я не знаю, еще что-то. Я на каком основании могу это делать? Вы можете использовать государственные символы, если именно речь идет о государственных, либо вот о государстве, либо о каком-то его регионе, об административной единице, городе, селе, либо по каких-то государственных учреждения и ведомства, именно вот относящихся к власти. Тогда да, для административной вы можете это использовать, ну, действия определенной статьи законодательства, что не охраняется правом, и распространяется свободно. Там есть другого рода ограничения, вы не можете не давать. Вот где-то бы, да, я что-то побоялась, а где-то бы вот это посмотреть, ну, где об этом написано. Ну, смотрите, вы можете отказать, любой герб, любой флаг, любой административной российской, перейти, кликнуть просто на эту картинку, перейти, давайте я сейчас посмотрю, например, ну, вот, кладбашка Тарстана, да. И могу я его копировать только с определенного сайта, например, Геральдика, да, или же я могу его взять, там, или с любого, грубо говоря, эту картинку из любого места? Ну, я не, 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 не геральдиста, и, не, то есть, я так понимаю, что самое главное, это статус, в котором, в котором дается описание, а, как бы, в трафтовке может быть несколько отличаться, да, то есть, например, даже на вкладе могут быть разные прорисовки вклада, вклады или герба, и главное, чтобы они соответствовали для описания. Так, вклад Боскортостана, вклад Боскортостана, вклад Боскортостана, я колесу на него, мы попадаем на, я не забыл, на вики-вклад, на Фома. Возьмите стул, я вообще туда, вы видите, что это вы попали, это вы в Вики-Медиа попали, а то, что ничего здесь нету. вот, я отвечаю на ваш вопрос. Смотрите, вот мы смотрим вниз, внизу, и что мы видим. Это произведение не охраняет права согласно статье 1959 четвертой части гражданского фонда. Вот, это было на этот прав. Российской Федерации вот такого-то закона 18 декабря 6-го года. И вот там выдержка вот именно из этого закона. Да-да, я поняла, поняла, посмотрю, да-да. Да. И вот, кстати, вот тут вопрос, да, произведение народного фольклорда, не имеющих конкретных авторов. Но это не значит, я думаю, о чем мы говорили. Автор сборника, да. что нельзя соблюдать, что нельзя, что можно не соблюдать авторские снежные права тех, кто собирал и обработал. Вот. Собственно, да, вы можете вот этот флаг использовать. Другой вопрос, что там есть ограничения другого рода, например, нельзя использовать название страны в торговых знахах. Ну, в коммерческих целях. Да, в торговых знахах в коммерческих целях. Да, в печати. А так, в общем, это ограничение другого рода. Это как музейное право, когда произведение в общественном достоянии, но музеи, тем не менее, имеют право ограничивать их использование. Так. Ну, вот, раз мы оказались на викиславе, давайте о нем поговорим. С текстами, да, еще про тексты что я хочу сказать. Вот те вопросы, которые я ставил в начале. Естественно, что является, скажем так, приемлемой, удовлетворительной переработкой тяжелого текста тем, чтобы его можно было опубликовать в Википедии, например. Да? Это должна быть достаточно фундаментальная переработка, чтобы все те, как бы, составляющие компоненты текста, которые, 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 как бы, содержат авторское творчество, чтобы вот это авторское творчество не попадало в ваш текст. То есть, у вас там должно быть свое какое-то творчество, да? своя какая-то творчество переработка, так, чтобы текст не был узнаваем. Можно использовать антипидиат, хотя есть там способы отхода антипидиата, так, что текст все равно узнаваемый, антипидиат его не может. Но, скажем так, в первом предвижении можно использовать так, чтобы антипидиат показывал оригинальность текста. И, естественно, нельзя просто поменять там несколько слов, переставить несколько слов или предложений. Тем более, в ни в коем случае нельзя перепечатать или сфотографировать или сканировать текст и сказать, что вот на этом основании он мой. Я же, вот, какие-то усилия к нему приложил, значит, у меня нет, никаких прав у вас тоже нет. Это же касается и, допустим, фотографии репродукции. Вы можете, наверное, с определенными оговорками зайти в музейный зал, фотографировать общий вид зала и там видны 50 картины там под разными углами, да, но и то, как бы, да, желательно, чтобы эти картины были уже в общественном состоянии. То есть, идти надо в зал в какого-то какого-то филактического периода. И уж совершенно точно вы не можете переснять картину, которая висит в раме, как она есть, сказать, что это ваш фильм. снимок это важно, а картинка по-прежнему не может такой снимок загрузить на склад использовать. А что вы можете загрузить на склад? Вы можете загружать все то, что не охраняется авторским правом, или на что распространяются какие-то исключения расслабления например свободы панорамы? Кто-то есть среди вас кто-то, кто не пользовался никогда за вики-складом и не пытался загружать туда фотографии? изображение видео? Те иные представления как туда загружать? Он бы не загружала. Представление то есть, но только я еще пока тоже не загружала. Ну понятно для чего это нужно. Вики-склад это такой отдельный интегрирующий ресурс тоже из семейства проектов вики-миде. Ну вот если например вики-миде вики-педе или вики-теке они на разных языках вики-склад один на все языковые разделы и вообще на все проекты. Это универсальный такой самое большое в истории в мире хранилище медиафайлов. Больше всего там конечно изображения, фотографии, рисунков, схем. Но там также есть видео и аудиоролики. И в общем там с точки зрения ассоциального права тоже самое мусорное непосредственно. То есть все, что мы загружаем на вики-склад оно должно быть свободным. Максимально свободным. Кстати и даже более свободным, чем википедии. Потому что в Вики-педии, например, в русской, вы можете загрузить несвободные изображения, но именно википедию, не на склад. Например, портрет умершего человека. Потому что свободную замену получить нельзя, человека нет. А когда найдется какая-то фотография, которая идет в общественном состоянии, либо ее автор передаст, неизвестно в общем. Есть такая норма fair use, которую вы можете использовать википедии. но что это означает? Такую снимку можете загрузить только википедию, использовать только в одном языковом разделе, например, в русском. И ниоткуда больше, например, в английском или в башкирском, вы не сможете вставить эту фотографию, и вам придется туда тоже загружать отдельную фотографию. А вот все, что загружается на вики-шклад, достаточно загрузить один раз и давать ссылки любого проекта можно на этот файл, и, соответственно, использовать это изображение и в русской, и в башкирской, и в любой другой языке. Ну, давайте сейчас я вам продемонстрирую, как это делается. Так, экран виден, да? Вот здесь видно, что я залогинен, вот Дмитрий Рожков, учетная запись. Настройка вики-шклада, что интерфейс на русском языке у меня, вот здесь это не так. вы можете зайти в настройки и настроить язык. Ну, да, если даже вы никогда туда ничего не загружали, просто смотрели, может быть, я на всякий случай напомню, что учетная запись у нас единая для всех, в проектах вики-медии нейтрализованная, то есть, чтобы зайти в логин и в цена вики-шкладе, вы используете тот же логин пароль, что и вики-педии. И вообще в любом в любом проекте вики-медии. Если он при переходе не показывает сразу, то вы можете еще раз там вики-рогин и он вам даст логин. Значит, вот здесь это стартовая страница вики-шклада, а как видите, она похожа тоже на вики-педию, собственно, как все вики-проекты по строению стартовой заглавной страницы в них все очень похоже. Логотип вот другой, здесь вместо шарика пазлого мы видим логотип Wikimedia Commons, то есть, здесь вики-шкладе. В правом, в левом вертикальном меню мы видим ссылку загрузить файл. Или, если у вас по умолчанию английский интерфейс, там будет оплод файл. Нажимаем на эту ссылку. опять же, в зависимости от настроек, там могут немножко отличаться внешний вид того, что будет дальше, но смысл вот общий, да, есть мастер загрузки, я в него попадаю. Если у вас там будет такая небольшая обучалочка с картиночками, вы можете их посмотреть, можете их опустить, в общем, там все просто. Дальше я выбираю медиафайлы, чтобы поделить. Я подготовил фотографию, скажите файл. Так, ну, опять что-то способ силы выбираем. Сейчас там и я выбираю файл, который мне нужен. на рабочем столе у меня есть моя папка, сюда и я сохраню фокус. второ два 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 attributes Что-либо это она? Да, это есть фотография. Так. Вот это фотография, но не знаю. Вот это фотография. Вот, мы загружаем эту фотографию. Это один из домов в Петербурге. Я фотографировал, когда был. Сейчас мы его загрузим в соответствующую папку. Пока грузится можно еще что-нибудь рассказать. Например, о передаче материалов, о лицензировании материалов через службу КРФ. Значит, если вы не хотите, либо, допустим, у вас есть какой-нибудь знакомый фотограф, который не хочет регистрироваться в Епитедии, вообще не хочет ничем с этим связываться, не хочет сам лично загружать фотографию на склад, но, в принципе, готов ее передать в общественное состояние, то вы можете ему предложить действовать по алгоритму. ОВП Добро. ОВП Добро. Тогда непосредственно загрузку, в принципе, за вас делают либо агент РОСРС, либо любой другой уличатель. Допустим, у вас есть фотография, которую вы хотите передать для иллюстрирования Епитедии. Вы берете этот шаблон. Да, можете записать вот у себя ссылку в ОВП Добро, короткая ссылка, либо в Википедии «Добро паутинное разрешение», так как это называется. И вы пишете письмо на адрес permission.ru.ru.ru показывает, что вы попадете в тот поток писем, если взят русскоязычные агенты, которые забирают письма на русском языке. Вы должны написать это письмо с адреса, своего личного адреса электронной почты, либо если речь идет, либо если вы там, ну, публичная персона, известный, да, там, фотограф, например, с адреса, который явно аффицирован с вами. То есть с указанного адреса, который указан публично на вашей личной странице. Либо если речь идет о юридическом лице, который тоже могут быть правообладателями, могут передавать материалы в общественном состоянии. Соответственно, на официальном сайте этой компании или там какой-то организации тоже должен быть указан адрес. То есть агент СРС, получив письмо, должен первое, что увидит, что да, вот оно пришло с нужного адреса и, как бы, и, соответственно, сразу же, ну, у него появится доверие, да, к правительству. То есть это не какой-то инферстонатор, а действительно, вот, действительно пришло именно с того адреса, который объявлен, который живет. В этом письме, ну, вот, и мы рассмотрим случай, когда речь о юридическом лице, заголовок должен быть в более-менее произвольной форме. И, фактически, весь текст письма, вот он, он практически дословный, его нужно вставить, за исключением того, что здесь выделено же нам шуток. И тут может быть два варианта. Вы либо вставляете ссылку на материалы, допустим, эти фотографии уже опубликованы в ваших социальных сетях или на вашем официальном сайте. Вы можете не прикладывать их тогда в письмо, а отдать ссылку на эти материалы. Либо вы можете их приложить непосредственно в письмо, как вложение, и отправить в ОТРФ. Вам придет ответ, возможно, агент попросит вас привести какую-то уточняющую информацию, да, в каких-то дополнительных вопросах. Но, в общем, конечная цель всей этой переписки в том, что вы должны получить номер тикета, да, билета такого, дезинфицирующего номера. После того, как он вам выдан, любой, в принципе, человек, любой участник, это может быть агент, это может быть другой опытный участник, может загрузить эти фотографии на склад и с помощью специального шаблона пометить этих файлов о том, что авторские права соблюдены и передача в общественном достоянии состоялась. Я не знаю, какой пример привести, но, в общем, вы можете, если посмотрите на эти фотографии, вы можете найти примеры, в которых тоже стоят специальные шаблоны, в том, что разрешение хранится в ОТРФ под номером таким. Это нужно делать тогда, в том числе и непосредственно, в общем, автором, самим фотографом, если эти фотографии были опубликованы ранее. То есть, допустим, какой-то, какая-то фотография уже имеет хождение в интернете, фотограф, автор этого снимка, хочет передать ее общественное состояние, вроде бы он может просто сам лично загрузить, но в таком случае могут возникнуть вопрос. То есть, эта фотография уже была опубликована и желательно, а в некоторых случаях обязательно, во многих случаях, обязательно все-таки провести ее через службу ОТРФ. Если фотография сделана, вот, не была опубликована ранее, да, искренники ее не находят, то, в принципе, достаточно самому зарегистрироваться и загрузить фотографию, собственно, не переписывайте. Так, мастер загрузки у нас закончил работу, да, да. Вот мое фото загрузилось, я нажимаю продолжить. Я эту фотографию нигде раньше не публиковал, как я ее просто вставлял с телефона своего. Вот здесь я вставлю пометку. Этот файл является моим собственным произведением, ядерный перерывков, вот, перестаю, лицензия креативкома с предыдущим в ShareWise 4-0. Вот у нас есть лицензия. Если бы это была не моя фотография, я бы выбрал вот здесь. Но мы рассматриваем вот наш интересный файл. Дальше. Нужно написать, назвать как-то этот файл, не так вот, как называет фотокамера, да, технический, если этот номер. А надо что-то, чтобы это было понятно, что это такое. Ну, это улица Чисковского, дом 13. Ну, вот я так назвал. Я мог это в другом порядке, мог не в кавычках, мог через это, ну, в более-менее свободной форме, мог его по английски написать. Назвал так. Это поле мы пропускаем в описании, а в описании получается все то же самое. В данном случае описание и название сразу попадает. Дата 27 сентября. Автоматически подставляется из-за диф этого сумка, то есть аппарат подставляет. Добавить категорию. У меня тут была категория, вот я ее подготовил, Чайковский стрит, в принципе, продобавляю эту категорию. Да. Так. Опубликовать файл. Этот шаг мы пропускаем. Так, здесь нам ничего не нужно. Словом о том, что вот тот текст, допустим, описания файла, он вообще распространяется по лицензии CT0, то есть без сохранения авторских прав, можно не упоминать даже автора. Именно описание самого файла, не файл, а его описание. А файл, вот я являюсь автором этого файла, и при его дальнейшем произведении, он может упоминать мою автору. Так, это шаг мы пропускаем. И вот, мы загрузили наш файл. И можем его использовать. Вот страница нашего файла. Видим его описание. Дата. Собственно, работа авторства. И вот лицензия 5.0. Атрибут 6.0. Атрибут 6.0. 4.0. Как я потом использую этот файл? Я беру название файла, копирую его в лучшее. Открываю статью улицы Чайковского. Санкт-Петербурга. Вот здесь уже какие-то фотографии загружены. Списки примечательных домов 13-го дома нет. Ну, не знаю, имеет ли смысл его добавлять. Сейчас я его все-таки добавлю, хотя бы через спецпросмотр. Чтобы вы увидели, как это сделано. Наверное, многие это знают. Ну, не знаю. Собираю пиктограммку вот такую с рисунком, с резервом. Вставляю название файла. Вставляю описание файла. Чайков Кузон 13. Размер, допустим, 350 км. Или выравнивание. Давайте по-левому правилу. По-правому помолчаем. Мы сделаем по-левому. Ставка. Вот я под заголовком сделал и нажимаю предварительно. Так, и вот моя фотография появилась в статье. Чайковского, дам 13. Понятно, да? Сохранять я сейчас не буду. Правда. А, тут ничего не узнать. Ну, вот такой порядок. Соответственно, опять же, какие часто бывают заглубнения по поводу загрузки фотографий, ну, я думаю, уже понятно из того, что я сказал. Кто-то устно разрешил, кто-то не против. Нет, этого недостаточно. То есть вы не можете загрузить чугую фотографию только на том основании, что кто-то вам сказал, что он не против, что автор разрешил. В том числе, даже если он вам написал письмо, его можно сказать письмо от этого автора, что он не против. Нет, нет. Нужно, чтобы либо сам автор загрузил, если фото новое, то есть Кезаро публикуется, либо он должен написать письмо на ТРС, и если это фото уже известно, не имеет состания, доказать, что он является автором этого фото. Ну, доказывается это обычно предъявлением либо исходника, если это цифровая фотография, ну, либо просто фотография в разрешении большем, чем можно найти в интернете. То есть везде имеет состания фотографии с небольшим разрешением, а у автора понятно, что она имеет значительно более качественное разрешение. Если он может предоставить, то у личности вполне, что он является ее более каких-то других изысканий агентства ТРС, как правило, он проводит. Это достаточно. Вот таким образом. Кроме того, вот если вы там видели страничку, где было про добро, вот здесь написано, да, что вы передаете не википедию, а вы передаете в общественное состояние под определенную лицензию. То есть нужно четко понимать, что передав произведение в общественное достояние, автор как бы теряет коммерческий потенциал от произведения, потому что кто угодно может, не спрашивая разрешения, автор использует ну, в основном, законном способе, да, то есть не в целях этих стабилизаций или через чего-то еще там, или план, или что-то. Но во всех остальных случаях он может это использовать, не спрашивая разрешения автора, не выплачивая ему никакой компенсации. Хотя, в принципе, вот у меня, у авторов фотографий, у фотографов были случаи, что ко мне обращались в журналах и предлагали какую-то компенсацию за публикацию на этой фотографии, которую я нашли на этой плане. Вы можете согласиться, то есть это не значит, что вам не имеют права оплатить, но имеют права ничего не платить, ничего не о чем не сказать. Это нужно иметь людям. И не может быть никаких ограничений дополнительных тем, которые есть в лицензии. То есть, например, нельзя загрузить только для использования детей. Так не получится. Или только в образовательных целях. Или только в некоммерческих целях. Переспад работает вот под определенной лицензией и она полностью должна соблюдаться. При загрузке туда, загрузка произведения на вашу производительную диспад подразумевает, что вы принимаете все условия. Ну вот как-то так. Какие есть вопросы? Можно я сразу клинирую? Я вас слышу? Я хочу спросить, Дим, не используй, пожалуйста, фразу общественное достояние вот в том контексте, в каком ты сейчас сделал. Это все-таки другая история. Общественное достояние это очень конкретный правовой статус, который вот к разрешениям ВП Добро отношения не имеет. То есть передача вообще в состоянии здесь это ну хорошо, будем говорить листингируем. Я сейчас, подожди, я с телефона смотрю, но фестописство передается неограниченному кругу лиц. Это не то же самое, что передача общественного достояния. Не смешиваю просто телопонятия. Я очень часто слышал просто, то это ошибка. Это просто очень распространенная ошибка. Просто не нужно самому ее запускать, то есть нужно все время эту границу проводить. Есть открытые лицензии, это один правовой статус. Есть общественное достояние, это другой правовой статус. Ну да, я согласен. Хорошо. Разрешите мне вопрос. Я опубликовал статью в журнале. А также получил и хочу его загрузить на Вики-Теку как автор. Я получил разрешение вот такое от РС разрешение. Писал я такое значит такой формулировки, что все опубликованные до и после получения разрешения тикет. То есть передаю в этот под свободную лицензию. Да. А тут не возникает ли как бы право публикатора журнала? Возникает. Возникает, да. Тут есть один момент. Во-первых, в той формулировке, в какой ты сейчас сказал, до и после, на самом деле служба от РС не должна принимать такое разрешение и обычно не принимают. У них есть правило, что разрешение дается на конкретные произведения, они должны быть явно указаны. Это просто можно с этим столкнуться, имея в виду. то есть такие разрешения, которые на все до и после, они не считаются действительно, могут быть оспорены, в том числе в судебном порядке. Это первое. Второе, хороший вопрос насчет прав публикатора. лучше. Это зависит дальше от добросовестности агента, конечно, от РС, поскольку он тщательно будет обрабатывать твою заявку. Считается, что автор главнее, то есть если автор дал разрешение, то пусть он сам с публикатором разбирается. Вы тут ни при чем. Я бы советовал честно говоря публиковать в журнале явно указывая, что ты публикуешь это по свободной лицензии. Вот я так это обычно и делаю. Прямо в тексте? Прямо в тексте? Прямо после публикации приписка эта публикация распространяется в лицензии приписков. После этого можно ее сразу на лицензии. Понял. Эту часть значит а все-таки будет правильным оформить свободную лицензию на каждую статью. То есть сразу на все публикации нельзя. то есть Рустам, я бы советовал просто выкладывать свои статьи где-то у себя на каком-нибудь своем сайте, где будет написано, что это авторский сайт такого-то человека, который публикует свои произведения по свободной лицензии. Просто. И дальше загружать вообще без всяких писем, загружать, указывая источником этих сайтов. Ну, тут, кстати, Павел, такой вопрос, что это будет что-то типа самодат, если они более нигде не опубликованы. Почему? Они опубликованы, там будет библиографическая ссылка. Нет, 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 это, я имею в виду, что в принципе не связываться с разрешениями ТРС самому, а просто сделать интернет-публикацию с указанием свободной лицензии. Один раз подтвердить через ТРС, что этот сайт действительно принадлежит тебе, вот так вот сделать, и после этого уже все новые публикации замечательным образом публиковать вообще без всяких дополнительных телодвижений. Хорошо, спасибо. Я еще индивидуально проконсультируюсь с вами. давай. Какие вопросы еще есть? Можно еще один задать вопрос? Скажите что-нибудь, например, про памятники уличные, кладбищенские, или же скажите, что-нибудь, например, я фотографирую частный дом, который очень красиво украшен, там какие-то суперналичники, орлы, или еще что-то. Тоже нужно иметь разрешение. Это немножко разные случаи. Разные, да-да. Могут быть разные случаи. В целом, архитектура любая, и старая, и современная, она подпадает под свободу панорамы. то есть вы можете фотографировать по крайней мере дом, да, чтобы, допустим, есть литнина, и, допустим, это даже современная литнина какая-то, или там лобки, или наличники, вы можете это фотографировать так, чтобы это не было основным объектом съемки. то есть если современная литнина, главное не снимать ее, чтобы в кадре была только она. Если это старое что-то, если это какие-то деревенские, сельские постройки, или с наличниками, или с каким-то орнаментом, то тем более без проблем можете это снимать. Если в общем, если вам для этого не нужно проникать на частную территорию, это все выходит на улицу, и вы можете это снимать никому не спать. Понятно. Если только извергнутся. Понятно. А памятники? Значит, памятники, опять же, свобода панорамы в России, к сожалению, не распространяется на скультурной памяти. То есть если памятник это просто какой-то там камень, или какие-то геометрические фигуры такие, понятно, да, стелло, тоже можно. Если это памятник, то нужно смотреть, опять же, по авторскому праву. Находится в общественном достоянии или нет. 70 лет или там что-то должно пойти. Ну, то есть современную могилу с современным памятником авторским нельзя? Если этот памятник не типовой, если там авторский, или там скульптура именно есть, скульптура, да? Ну, да. То нет, к сожалению, нельзя. Типовые, по темовой могильник это можно. К сожалению, вот когда мы занимались поправками в 4-й часть Гражданского кодекса, туда тогда мы внесли, ну, эта группа была организацией, в том числе и Кинезируем и Кинезируем. Туда удалось внести поправки, удалось туда внести свободные лицензии и свободу панорамы. В последний момент были внесены такие контр-коррективы, что из свободы панорамы были исключены культурные памятники. И вот сейчас мы стараемся их туда-обратно вернуть, чтобы они тоже рассматривали скопчать панораму и проходили культурную панораму. т.е. например, если это памятник Пушкину автосвободы 19-го века памятника, то ясно, что он в свободном состоянии может фотографировать до какого года. Если это новый памятник в Москве допустим Майкл Сетки или Калаш или что-то недавно. Вы табаков открыли. Табаков не может. В русской Википедии есть по договоренным сообществам ограниченное использование таких пунктов. Когда их удаляют все без склада, мы их переносим таким особым специальным саблоном в русскую Википедию. указано, что та часть флага фотографа передана по свободной лицензии. Но сам объект съемки не находится в общественном состоянии и не свободен. Если нам удастся это в потом как провести, то мы вернем такие пункты обратно в один же мастер. Но пока мы вынуждены приедем к приедем. Еще есть вопросы? У меня, наверное, нет. Спасибо. Зуфар пишет, кому принадлежат фотографии семейного альбома? в Башвике постоянно возникает такой вопрос. Это, наверное, старинные семейные фотографии? Ну, да, смотря какие фотографии идет речь. В любом случае, если старые фотографии наследникам соответствуют, в принципе, на практике достаточно, чтобы один из наследников понятно, может быть, каких наследников может быть много. Дима, стоп, все не так. Значит, кому они принадлежат, совершенно не важно. А важно, кто автор. Поэтому, если вы знаете автора этих фотографий, то вы можете рассчитать, перешли ли они в общественное достояние или нет. То, что это ваш семейный альбом, не имеет никакого значения. Либо эти фотографии могли быть опубликованы когда-то. Тогда считается от момента публикации, если они анонимные. Павел, это понятно. Я думал, что речь, я так понял, вопрос. Нет, нет, автор, который скорее всего скончался, но не семь. К сожалению, к сожалению, на Викискладе сложилась практика, что даже старые фотографии дореволюционные, если они не были явно опубликованы, то есть, если это не открытки, если это не фотографии из прессы, они удаляются, потому что это анонимные, не опубликованные вещи. А авторское право, оно очень сильно связано с моментом публикации, правомерного опубликования. Подожди, но ведь есть же наследник. И что дальше? Есть внук этого человека, он может своей волей сказать... анонимные, он должен его опубликовать сначала. А подятие опубликования в российском законодательстве вещь глубоко неочевидная, поэтому непонятная никому. Поэтому я бы на вашем месте считал по умолчанию, что если эта фотография не была опубликована, то... Даже если автор ваш покойный отец, и вы... Нет, нет. Если автор известен, доказуем, и умер больше 70 лет назад, автор фотографии, фотограф, то она в общественном достоянии может считаться. Если автор неизвестен, то... Автор известен, речь идет... Нет, нет, автор для большинства фотографий из семейных альбомов автор неизвестен. А, ну, это понятно. Нет, это все понятно. Так вот, если автор неизвестен, то авторское право считается с момента первой публикации. Нет, это понятно, это понятно. Просто, знаете, мы с тобой по-разному поняли вопрос. Я исходил из того, что автор всех фотографий не могу неизвестить. Это какие-то предки, родители, там, дизельные... Нет, это, конечно, какие-то предки, но мы не знаем, какие-то, понимаешь, в чем дело. Мы не знаем... Главное, мы не знаем автора фотографий. Поэтому фотографии из семейных альбомов, как правило, на Викисклад не загружаются за редкими-редкими исключениями. С этим нужно просто смириться. С этим ничего сделать нельзя. Вы можете принять у себя в разделе в Башкирском оговорку добросовестного использования, как в русской Википедии, и, соответственно, ее сформулировать так, чтобы вы могли у себя на этих условиях загружать локально в Башкирском в Башвике. Не в Викистане, а просто в Башкирской Википедии. И оттуда эти фотографии в другие Википедии перетащить нельзя. Ну, на тех же условиях, если... Вот. Если какие-то разделы разрешают такое, то можно будет туда тоже перетаскивать. Вот. А если не разрешают, как немецкая Википедия, то, соответственно, нельзя. Ну, да. Значит, у нас, видимо, просто разный опыт введения сериальных альбомов. Потому что в моем сериальном альбоме практически нет фотографий, которых я не знаю. И практически любую из них я могу узнать. Ну, хорошо. Видишь, тебе повезло. А у меня вот другая ситуация. Ну, да. Я думаю, что это так. Насчет фотографий у меня еще возник такой вопрос. Вот, допустим, у нас на Фейсбуке открыли такую группу «Незатоптанная Башкирия». Ну, это я, к примеру. Там печатают, ну, публикуют старинные фотографии города Уфы. Вот, социальные сети, они считаются как публикации или нет? Они авторитетные источники или нет? Это серая зона. Нет, они не авторитетные источники, они публикации не считаются. Эти фотографии старинные откуда-то взяты. То есть, у них есть какой-то другой источник, вот, он-то и является, собственно, его надо узнать, найти. Обычно это музей, архив, какая-то книга, еще что-то. Частная коллекция редко. Поэтому я бы не полагался на ваши мнения. Ну, может быть, все-таки задать вопрос вот по конкретному, по конкретному альбому, по конкретным фотографиям, на каких фотографиях есть. Может быть, кто-то и может закрыть? То есть, вы не знаете автора, да? Зуфар, может, у тебя есть в альбоме такие фотографии, что автора не знаешь, а фотографии на твой счет ценные, можно их, хотелось бы их загрузить на Викисклад. Вот, Зуфар пишет, есть собственные черно-белые, но если собственные, то авторами, если авторами являешься ты сам, то можно, наверное? Конечно, конечно. Можешь сразу лично грузить на Викисклад, если не стоит сама. Архат, ты что-то хотел, по-моему, спросить. Господа, здравствуйте. Привет. Был вопрос по общественному достоянию. Если не ошибусь, есть возможность своей работы грузить на Викисклад под лицензией ЦЦ0? Насколько это одно и то же или близко с передачей в общественное достояние сразу? Я так понимаю, насколько я понимаю, это отказ от всех прав вообще. Не идентично общественному достоянию, другими словами? На мой взгляд, нет. Окей. То есть отказ от всех прав, в том числе и от права на имя на автор. Общественное достояние не подразумевает автор. То есть, собственно, общественное достояние, когда переходит в общественное достояние произведения, автор уже нет жилых, как правило. Происходит без согласования автор. Ну и плюс тогда вот вопрос в 6.23 в часе писал права на фольклор привязываем к конкретному носителю. Это наверное было связано с тем, что да, я понимаю, что там кто-то этот ездил в экспедиции, этот фольклор собирал, кто-то его хранил и соответственно пересказывал, но сам этот фольклор, он как бы отдельно как от собирателя, так и от хранителя имеет место существования, поэтому например в соответственно вот у меня просто аналогичный случай был на днях. Работы Габдулла Тукая уже в общественном достоянии. у нас тут местное книжное издательство сказало, ну давайте вот у нас книжка есть, 500 страниц, мы издали работы Габдуллы Тукая, давай, чтобы вот всякими разрешениями не заниматься, давай мы на Викитеку это все выложим вот именно как текст, то есть ни шрифты, ни форматирование, все равно ведь уже ну скажем, Габдулла Тукая умер давно. И вот у меня вопрос такой, нельзя ли такую же аналогию использовать в отношении фольклора, что мы раньше обсуждали? Ну текст Габдулла Тукая он существует вне зависимости от издателя, оформителя, редактора и там автора предисловия или примечания и комментарии. Да, а фольклор? А фольклор вне носителя не может существовать и собирать ну по крайней мере его нельзя донести обменуя эту стадию как-никак. То есть объясните пожалуйста. То есть виды производителя Документы Тукая у нас в принципе не обязательно обращаться к этому дару ну то что раньше была публикована первой издании то есть мы таким образом приравниваем нахождение чего-то в памяти не нахождение чего-то в общественном достоянии. Бархат слышно? Я написал вроде бы еще раз скажу там возникают права публикатора еще раз вот как только сам текст в общественном достоянии с этим никто спорить не будет но сколь скоро он был опубликован тогда-то и тем это первый раз кто его первый раз опубликовал и заявил что это фольклор тем самым он отказался от авторских прав на текст но заявил свои права публикатора вот эти права публикатора действуют какое-то время и пока они действуют публикатором нужно договариваться то есть как бы это то же самое как с картинами в музее они в общественном достоянии но без разрешения музея они могут честно сделать не могут та же самая ситуация то есть есть смежные права и они к сожалению нас с тобой как граждан России а следовательно фонд реки-медиа который декларирует уважение локальных прав стран участников они нас несколько ограничивают давайте я тоже вклянюсь значит в детстве я слушал сказку от бабушки башкирскую на башкирском языке видимо это означает Рустамага что то что ты слышал не было публикации не было публикации да при этом моя бабушка не умела читать кириллица и она умела читать только на арабице потом я уже вот как раз 70-е годы когда издается значит башхат халах и жады творчество башкирского народа да там читаю эту сказку уже на кириллице на мой на мой взгляд получается как если мы будем сканировать вот эту книжку халах башхат халах и жады мы не имеем его права публиковать в вики-теке потому что это а вот в формате в вики-формате в тексте я думаю что мы имеем вполне право публиковать и народные сказки и народные песни и так далее мое представление мое представление такое но как вот говорится надо указывать все-таки носителя да могу я указывать своего бабушку да ну это такое как это некоторое лукавство вот это некоторое лукавство как можно делать скорее всего скорее всего за это ничего не будет вот но так сказать мне было бы очень интересно конечно понаблюдать за каким-нибудь судебным прецедентом по такому поводу я бы с удовольствием последил за его судьбой на международной арене вики-медиа эти вещи периодически обсуждаются особенно актуально в случае бесписьменных народов потому что да практика показывает что в вики-теки и на вики-складе доминирует традиция письменных культур там где публикация это именно письменная публикация тут видишь какой вопрос это зависит от законодательства если мы примем в рамках страны законодательство что публикации считается я не знаю как это устное исполнение вот как-то это обставил какой-то соответствующий подбор но в случае песен же так и есть но опять-таки публичное устное исполнение публичное да нужно зафиксировать его тоже на момент публикации это все равно как-то зафиксировать да мы говорим что да нужно выйти вот в определенное время на определенную площадь и в присутствии не менее трех свидетелей публично исполнить произведение и оно будет и чтобы об этом написали в газетах я же говорю это серая зона да согласен спасибо большое павел у меня вот такой вопрос просто я начал я продолжу вот допустим из фольклора допустим какая-то сказка народная башкирская мы можем это оформить википедии как викитекст допустим там преамбула сказка там история какая там еще сюжет какой про что сказка разбить по разделам рассказать своими словами а внизу указать ссылку можно так или фольклор это не авторитет или допустим издание это оригинальное исследование ты как это описала лексикографическое исследование да произведение народного фольклора оно делается специалистами лингвистами филологами дубликуется в каких-то изданиях а напрямую в википедии создавать такое творчество ну не рекомендуется есть текст сказки это текст сказки есть описание сказки это описание сказки это прекрасное авторство разный разный язык разное содержание совершенно я бы не смешивал эти две вещи понятно спасибо так вопрос вопрос в чате Хаята Юсупова задает у меня есть фотографии 35-36 годов автора фотографии неизвестны есть еще лист из какого-то буклета выпущенного в честь какого-то события могу я их выставить без лицензирования спрашивать вообще нет вообще нет но загрузить можно такое но могут издалить пока показывает опыт причем по двум причинам что возможно автор умер менее 70 лет назад и кроме того непонятно когда впервые эта фотография была опубликована забывали она вообще она не опубликована но это наверное как сказал Павел можно поставить только на башкирской википедии без загрузки викикомус вики это склад ну Зайтуна у нас формальность вот это не выполнено об использовании а добровольство добра добросовестном использовании у нас формальность еще не не выполнена поэтому поэтому когда приходит и к нам тоже претензии предъявляет а уже предъявляет там сколько фотографий 2-3 фотографии стоит на удалении у нас поэтому надо прежде чем это такое объявлять я считаю что надо вот это хотя бы принять решение об использовании правила из русской википедии вот как татары сделали у себя очень хорошо если у нас нет правила то в татарском разделе они написали мы используем правила из русской википедии у нас это не выполнено мы все все пишем все внимание уделяем написанию именно статей контента а на оформление вот правил и так далее у нас времени нету когда начинаем обсуждать разругаемся и разбегаемся никто не хочет писать да никто не хочет я хотел бы добавить в данном случае согласен про актуальность принятия правила какие-то вопросы снимает внутренние но по изображениям пока у вас внутри раздела есть активные участники выполняющие административные действия и взаимодействующие с внешним миром ваши изображения вряд ли кто-то удалит но для того чтобы обезопаситься на будущее вдруг настанет какой-то период когда у вас администраторов просто не будет англоязычных в том числе и так далее может прийти любой кто-то извне увидит что нет соответствующего правила и имеет право удалить все эти загруженные изображения я советую возьмите русский текст критериев добросовестного использования просто переведите его на башкирский пусть это будет пока не правило а эссе черновик правил просто переведите текст дальше выложите его на форум и предложите проголосовать если не получится с первого раза значит будете обсуждать как дорабатывать если получится но будут возражения ну это все равно будет уже правило будете потом его менять уже как правило то есть не придавайте этому слишком глубокого значения кто бы сделал ну Рустам я много могу сделать для башкирского раздела но перевести на башкирский я не могу да да знаю слушайте это на один вечер работы по правде таких вечеров на два года ну да таких вечеров еще на надо выкрыть еще таких вечеров товарищи нет 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 согласен Рустам сколько стоят услуги переводчика как бы с русского на башкирский вот не скиньтесь заплатить человеку он сядет и переведет вот честно слово ну чего это мы оставим на следующий год скорее всего нет ну понимаете это же как это проблема же может и так решаться согласен согласен мы вкручили правда такой заковыристый сложный текст все-таки не маленький пусть этот профессиональный переводчик переведет потом только дошлифуется уже сами какие-то термины да на следующий год мы это предусмотрели в гранте который через вики-медиа.ру подали на грант главы республики и там один пункт отлично как раз как раз работ по 80 страниц как бы печатных а4 перевод на башкирский язык именно правил эссе я даже список прикинул очень хорошо да то есть у меня это касается есть большие тексты там типа политика конфиденциальности вот это вот все да вот все эту байду да нужно переводить и вполне можно ее на колодию виткинуть чтобы самому не ломать я так и предполагаю потому что очень правильный подход потому что одному там не вытянет других не мотивировать никак этим делом я так и предполагаю готовлюсь по крайней тогда у нас если сходят вопрос еще есть так тогда я остановлю запись это видимо через вот башфонд наверное работаете да у вас там очень такая молодая энергичная девушка да 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 у нас два партнера два партнера на республиканский грант мы подаем от имени Вики Медиа.ру от имени Вики Медиа.ру потому что башфонд он своим проектом там на грант главы республики подает тоже включу видео вот Зуфар пишет а можем мы принять правила на русском языке теоретически не запрещается на мой взгляд но желательно все-таки контент был чтобы на башкирском на мой взгляд так ну да вы же родной язык уважаете типа да почему типа да уважаете меня даже в чате татароязычном когда я репощу что-нибудь из ВМРУ или Вики Медиа Россия на русском меня поправляют и он даже вот этот вот ГОС вот этот вот проект по переводу статей что Аня ведет видели наверное взяли все что Аня написала перевели на татарский язык не поленился человек у вас в Уфе живет да мне вставляет регулярно говорит пишешь в чат по татарски пиши понял это 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 тот который приходил к нам на вечеринку по-моему или на конференцию приходил в 15-м году да в 15-м году тот Рустам ну да да Рустам Баттал по-моему да да нет 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 другой другой или он Рустам Баттал да Рустам Баттал по-моему да в самой татарской википедии он не активен он чем-то там другим у вас в Уфе занимается он активен зато на Фейсбуке да да ну он это как уму разум учит так я Фархат у меня идет запись потом я его выложу понял так уважаемые коллеги и друзья я хочу сказать что это у нас встреча последняя в этом году на следующей неделе в среду мы будем так сказать уже на каникулах поэтому хочу поздравить вас всех наступающим годом чтобы все невзгоды уходящего года остались в этом году в следующем году у меня 9 января первое занятие с группой начинающих это в субботу у меня по-моему 9 января будет потом следующее занятие с начинающими начнется по четвергам в рабочей неделе и в среду можем организовать опять-таки такую же как круглый стол мастер-класс для более таких подготовленных участников если будут предложения давайте заранее сообщать и надо будет планировать организовать организовать такие занятия ну и прошу пожалуйста у меня группа новичков набирается сколько 7 человек уже по-моему записались правда там все учителя со школ милой мне как хотелось бы набрать только вот учителей то есть одну категорию учителей наверняка со школ так что рекламируйте говорите про мою Вики школу и давайте встречаться так же регулярно какую тему на следующей встрече мастер-класс или круглый стол пишите спасибо я на этом запись останавливаю мастер-класс мастер-класс